Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. В театре Самарская площадь много замечательных актеров. И все они выходят на сцену практически каждый день и заняты в большей половине репертуарных спектаклей. — Один из таких артистов — Геннадий Муштаков. Добрый, искренний, скромный в жизни и такой разный на сцене. Хороший актер. Какой он? Какими качествами должен обладать актер? Вот я надеюсь на эти и многие другие вопросы ответит мой сегодняшний гость — Геннадий Муштаков, народный артист Республики Башкортостан, актер театра Самарской площади. Здравствуйте. — Здравствуйте, Елена. — Ну, а прежде всего хочу поздравить вас с юбилеем. Скажите, пожалуйста, как вообще намерены отметить эту дату? И что для вас эта дата? — Да я думаю, что для меня дата достаточно грустная. я понимаю, что я уже прожил довольно длинную жизнь в театре, что мои возможности становятся все меньше и меньше. Я ухожу в достаточно узкую возрастную категорию. Это, конечно, навевает грустные всякие мысли, на грустные размышления наталкивает. Но тем не менее, я понимаю, что в мировой драматургии еще немало ролей, которые можно сыграть в этом возрасте. Тем более, что чувствую я себя хорошо, физически я здоров. Мне еще предстоит, наверное, трудиться активно долго, потому что у меня у дочери всего 17 лет. Ее еще надо поддерживать и поддерживать в этой жизни. То есть у меня есть стимул. И поэтому я стараюсь как-то, несмотря на все невзгоды, которые особенно в последнее время свалились на нас, я стараюсь как-то держаться бодрячком. Ну, справлять я как-то особо не люблю юбилеев. У меня был бенефис 4 года назад. Этого вполне достаточно. Он отнял у меня достаточно много сил, нервов. Прошел он достаточно успешно. Я считаю, что с такой частотой проводить бенефисы совершенно ни к чему. Надо собраться с друзьями, с самыми близкими, и как-то это дело отметить. Тихо, спокойно, желательно где-нибудь на природе. Как-то вот так вот. Не могу не задать вам этот вопрос. Все-таки период самоизоляции здорово подействовал на актеров. А вы сейчас не общаетесь со зрителями, не выходите на сцену. Понятно, что соскучились. Но вот как вы переживаете это время? Я, знаете, вот вчера вдруг решил посмотреть книгу Михаила Ульянова «Работаю актером». Честно скажу, это в преддверии нашей передачи. Потому что какие-то мысли, которые я так помню, что лет 5-6 назад я ее читал, и какие-то мысли мне очень созвучны. И как раз вот я натолкнулся на ответ на ваш вопрос. Вот он пишет о том, что жизнь – штука непростая. Ну, она вообще опасна. Ну, опасна. Жить вообще опасна. Нас окружает огромное количество опасностей, и, мало того, огромное количество стрессов. И он обратил внимание на то, что актер, который имеет возможность высказаться, имеет возможность выплеснуться, имеет возможность обменяться вот этой энергией со зрительным залом, который не наблюдает из-за кулис за кипучей творческой деятельностью театра, а который непосредственно в этой кипучей деятельности участвует, он гораздо проще переносит все жизненные количества. Мощный энергообмен, конечно, происходит. Да, гораздо проще. То есть даже какие-то очень серьезные неприятности в жизни он переносит в разы проще, нежели чем человек, который отторгнут от творческого процесса или участвует в нем недостаточно, участвует в нем скупо, время от времени. Вот это удивительно точное наблюдение. Я вам это... Вот абсолютно я подписываюсь под каждым словом Михаила Ульянова. Когда ты занят в театре, когда в театре ты востребован, и когда у тебя действительно есть возможность высказываться, выплескивать свои эмоции, дарить их людям, то ты действительно гораздо легче переносишь все жизненные коллизии. А теперь, когда нас лишили этой возможности, конечно, все усугубилось. Усугубились финансовые проблемы, усугубились внутренние проблемы. Появились мысли о том, что я теряю форму, что я, как всякий инструмент, начинаю расстраиваться. А я и есть инструмент. Я и есть средство производства. Мое тело, мой голос, мой эмоциональный настрой и является, собственно, инструментом, средством производства. И, естественно, он со временем начинает расхолаживаться. И вот такие вот какие-то тревожные мысли посещают все чаще и чаще. Но стоически все равно переносится. Да, ну а что делать? Выхода-то нет. Но каким-то образом мы стараемся поддержать, конечно. Я там, например, вслух читаю всю программу. Вот все, что задано драматических произведений дочери прочитать за лето, я ей читаю вслух. Я ей прочитал «На дне Горького», я ей прочитал «Пигмалиова» на Бернарда Шоу, я ей прочитал «Старшего сына». В лицах еще, конечно. Да, еще и в лицах. Ну а как же? Ну как-то надо себя разминать. Как-то надо себя вот все время, так сказать, держать. Ну что делать? Геннадий, хочу задать вам вопрос. Ну, наверное, может быть, он просто прозвучит, но тем не менее. Помните ли вы, когда вы впервые встретились с театром? Да, конечно. Я очень хорошо это помню. Вы знаете, я должен сказать, что счастлив тот человек, который тогда в самом начале пути своего, а я рос в таком небольшом уральском городе, столкнется с человеком, с наставником, глубоким, умным, любящим необыкновенно театр, который раскроет перед тобой вот эти неведомые дали, который поведет тебя по этим всем топким тропкам, который внушит тебе любовь к этой профессии, раскроет вот эти первые секреты вот этого мастерства. Ну, не мастерства, а, скажем так, ремесла, вот секреты ремесла. И у меня была такая, и я ее очень хорошо помню, Ирина Николаевна Шибалова. Она была профессиональным режиссером в областном крупном театре в городе Кемерово. Я не знаю, что там случилось. Я был пацаном 13-14 лет, меня не очень интересовало, но что-то у нее случилось в личной жизни, и она оказалась вот в небольшом городке, где нет театра, не было. Городообразующее предприятие, не огромный нефтеперерабатывающий концерн, и, конечно же, роскошный дворец, который построил это. И вот в этом дворце все это и происходило. И она набирала, у нее была такая вот юношеская студия, где были от 13 до 16-17 лет ребята. И вот этот человек, я так понимаю, профессионал, вот как уже с высоты уже прожитых лет, которая вот сумела влюбить, влюбить в это дело всех нас. Не все стали профессиональными актерами, не все, но многие. Вот. Во всяком случае, в процентном отношении достаточно серьезно. Она была сама, удивительно предана этому делу, и сумела нас всех влюбить в театр. Она сумела увлечь, более того, даже не просто увлечь, а придать этому просто вот азарт. Азарт. Когда каждый день ты с нетерпением, каждый день ты вечером ждешь, что вечером ты придешь, встретишься со всем этим, от этого уже заранее, восторг и озноб. Понимаете, вот такого рода человек встретился мне в самом начале пути. Я с ней провел немного времени, всего 2-3 года. Но помните, да? Да, но помню я ее до сих пор. Потому что через 2-3 года я уже просто поступил в театральное училище. Саратовское театральное училище. Определила дальнейшая ваша судьба. Да, и там тоже были. Я считаю, что мне, несмотря на то, что наш курс претерпел немало коллизий, мы были даже брошены первым мастером, которого мы буквально боготворили, но нас подхватили педагоги не худшие, а может быть, в каком-то смысле и лучшие, то есть в человеческом смысле более порядочные, как мне теперь представляется. И мы все-таки, наш курс дошел до дипломных спектаклей, были поставлены замечательные дипломные спектакли, которые мы играли на сцене Саратовского академического театра имени Слонова, и играли с большим успехом. Ну что же... Так что с педагогами все было хорошо. Все было хорошо, да. Вы служите в театре Самарская площадь 10 лет. Скажите, пожалуйста, вот помните ли вы первый спектакль на сцене этого театра? Да, я помню. Меня ввели. Как всякий вновь пришедший в коллектив актер, его неизбежно ждет самое неприятное, что есть в актерской профессии, это вводы. Меня ввели в спектакль «Роддом». Это был первый мой спектакль. А потом уже пошло, пошло, поехали. То есть, ну, были вводы очень приятные. Был ввод, допустим, в Островск. В олигарха. То есть не все коту Масленец. Которую я до сих пор все 10 лет играю просто с упоением. Я просто счастлив, что мне достался этот ввод, что мне досталась эта роль Ахова. Да, про олигарха. Что мне досталась роль Ахова. И я до сих пор благодарен Евгению Борисовичу, что он восстановил этот спектакль, что он в меня поверил и ввел на эту огромную, большую роль, которую играл очень хороший артист. Александр Буклеев. Да, да, Александр Буклеев. Я думаю, что я не подвел ни его, ни его память. Вот это были первые спектакли, которые меня вели в этом театре. И я потом с удовольствием еще... Потом были еще какие-то вводы. Я сейчас уже так подробно не припомню. Там были вводы в Колумбу, еще куда-то. Ну, в общем, об вводах-то вспоминать не очень хочется. Ну, давайте и не будем. В таком случае хочу поговорить о спектакле «Вишневый сад», где вы играете Фирса. Скажите, пожалуйста, вот как вам было почувствовать себя чеховским персонажем? Чеховским персонажем я себя чувствовал... Чеховским персонажем я не первый раз себя чувствовал. Я играл в «Трех сестрах» Андрея Прозорова. Я играл в «Серебрякова» в «Дяде Иване». То есть не первый раз я сталкиваюсь с чеховской драматургией. Я должен сказать, что те роли, о которых я сейчас говорил, они в разный временной период были мне гораздо ближе, нежели чем Фирс. Фирс, опять-таки хочу обратиться к Ульянову, есть роли, которые стоят на другом берегу. Что вы имеете в виду? На другом берегу я имею в виду, что они не очень попадают в меня. Я стою на одном берегу реки, а роль стоит на другом берегу. И надо перейти эту реку, чтобы как-то приблизиться или ее перетащить на эту сторону. Вот как раз Фирс... Задача актера, наверное, в этом заключается? Да, конечно. Конечно, но дело в том, что все равно успех всегда тогда на стороне того актера, которому роль близка по психофизике, когда есть попадание. Понимаете, есть вот попадание. Фирс — человек, проживший не свою жизнь. Ключевые слова ведь финальные. Жизнь прошла, как будто и не жил. Геннадий, у нас есть отрывок этого спектакля, давайте мы его посмотрим. Вот, поэтому... Идем. Мне забыли. Ничего, ничего, я вот там посижу. А Леонид Андреевич шубы не надел, ведь в пальто поехал. А я-то не наглядел. Жизнь прошла, как будто и не было. Но ничего, ничего, я вот тут посижу, я посижу. Эх, родные, любые мои, силушки-то меня ведь вот совсем нету. Эх, ведь совсем ничего не осталось. Совсем ничего, родные мои, хорошие мои. Эх, ты, не дать ума. Девушки уже совсем не осталось. Девушки уже совсем не осталось. Попрошу немножечко прокомментировать. Да, ну вот, видите, вот финальная фраза. Жизнь прошла, как будто и не жил. Правильно, потому что жил для... Не своей жизнью. Жизнью... У него своя логика крепостного. У него своя, конечно... Вот у него был вот этот вот... А мы видим, что посвящена-то жизнь-то людям-то, скажем так... Да. Таким уж... Не сильно достойным. Да, не сильно достойным. Понимаете? Может быть, и не стоило. Но так сложилось. И вот это как раз... Я человек достаточно сам по себе, ну, позитивный. Да. Позитивный, правда, правда. Да. Позитивный и активный. И мне кажется, что моя жизнь принадлежит мне. Я, несмотря на то, что я актер, то есть существо достаточно такое, ну, подчиненное, вот, зависимое от многого, но я стараюсь все-таки как-то вот свою внутреннюю жизнь там или какую-то там жизнь вне театра строить сам, строить как-то не ради чего-то, не ради кого-то, а, в общем-то, ну, как-то вот так вот, как я ее сам понимаю. Понимаете? Конечно. А вот тут вот поэтому я и говорю, что он был достаточно далеко от меня, и мне было достаточно сложно с этим делом. Ну, справились все равно замечательно. Вот Карл Чапок говорил, не пытайтесь понять театр, его не понимает никто. Скажите, пожалуйста, а вот как вы понимаете театр, свое призвание и какая внутренняя работа стоит за созданием сценического образа, над которым вы, Геннадий Муштаков, работаете? Вот по этому поводу еще Карл Чапок сказал не только это, он еще сказал, надо поменьше говорить о высоком искусстве и его великих тайнах, а побольше надо говорить о тайнах ремесла, простых тайнах ремесла. Вот. То есть надо владеть ремеслом. Некоторым кажется, что это такое занятие, это, в общем-то, ну что, вышел человек, поговорил и ушел. Нет. Нет. Это древнее ремесло, и у него есть множество, огромное количество тайн. Это очень сложное, ни на что не похожее, как, опять-таки, многие, многие правильно подчеркивают, очень жестокая работа, профессия актерская. Я абсолютно не согласен с тем, что говорят там, кто-то там, какие-то высказывания по поводу того, что какая женская, знаете, такая женская профессия, потому что в корне ее лежит желание понравиться. Ничего подобного. Ничего подобного. Может быть, да, есть такие актеры, есть такие актеры, которым все равно, что играть, кому, для кого играть, лишь бы только было ярко, так это задорно, и кто-нибудь бы сказал, ах, он какой душка прям такой вот, и только бы понравится. Но не они являются основой профессии. Нет. Это совсем о другом. А какому человеку не хочется, чтобы понравилось его дело? Понравился не ты, а дело твое. То есть то, как ты его сделал, вот что хочет каждый человек. Разве столеру не хочется, чтобы понравилось, как он сделал табурет, или как он сделал шкаф? Разве не хочется, то же самое, то же самое, разве не хочется инженеру, чтобы всем понравилось, насколько строен и логичен его замысел, скажем, какой-то, да, там, технический, или какое-то техническое решение. То есть не он сам должен понравиться, а вот то, что он сделал, то же самое и актерам. Вот в таком случае, а что для вас значит реакция зрителя? Нет, ну реакция зрителя это, конечно, очень важно, потому что по реакции зрителя, как правило, актер должен не тешить свое тщеславие, да, а он должен понимать по реакции, понимает ли его зал. Да. Понимаете, какая штука? То есть не ждать фразы на очередном спектакле, когда, ага, сейчас скажу вот фразу, и здесь зал засмеется. Не засмеялся. Однако же. Однако же. Значит, сегодня что-то не так. Значит, сегодня сидит другой зал, которому это не смешно. Понимаете? И ничего в этом страшного нет. Вчера сидел зал, которому это было смешно. Сегодня сидит зал, которому это не смешно. У нас есть один замечательный отрывок спектакля. Я сейчас предлагаю его посмотреть. «Красное вино победы». И вот там-то как раз, мне кажется, вот реакция зала, она очевидна. Давайте посмотрим. Вот у нас на месте. Пиво теперь варят. Он празднует. Сегодня везде празднуют. Да празднуют. Да празднуют. Но не так. А как? Да вот так. Не так и все. А вот у нас на мезенье. У нас на мезенье бабы. Что там? Бабы. Ой. Ну я говорю, что у нас на мезенье бабы. Что? Что бабы? Старинную надевают. Да, да. Хороводы водят. Да. На головах венки. Сами все в сарафанах. А потом как возьмут и сарафан всякак скинут. А вот с сарафанами ведь ничего. И вот прямо как в чем мать родила. Вот так вот прямо вот голые прямо через костярки сихают. А потом как сядут в лодке. Да. Да, да. Да, да. Все в нем. Да. А мы с берегом-то. Берегом. За ними. За ними. А потом как их там схватит. Да как прищучил! Да уж как по его! Да, безусловно, конечно, театр – это живой организм. Скажите, пожалуйста, а вот какой театральный жанр вам ближе всего? Вот в каком жанре вы чувствуете себя комфортно? Вообще я люблю, в силу того, что я говорил, что я человек достаточно такой веселый, я люблю комедию, я люблю трагикомедию, трагикомедию. Вот это самый лучший жанр. Там, где вот все вот рядом, все рядом, как в самой жизни, где смешное тут же может превратиться в какую-то совершенно трагическую ситуацию. А трагическая ситуация – и вдруг стать фарсом, понимаете? Фарсом, какой-то абсурдом каким-то, понимаете? Ведь жизнь, она соткана вот из этих… И хороши те режиссеры, которые знают закон эпизода. То есть нельзя все время смеяться или нельзя все время плакать. Это невозможно, это не вне человеческой природы, вне. Потому что человек должен поплакать, а потом как-то и бить по-другому, понимаете? И вот это вот и есть самый лучший жанр. А вообще в театре все жанры хороши, как правильно говорит классическая фраза, кроме скучного. Да. Понимаете? Скучным искусство театральное быть не должно. Вот даже книга может быть скучной, потому что ты читаешь ее один, под зеленой лампой, сел, тебе надоело, а ты ее отложил, понимаете? В театре так подумал, поразмыслил. Она может, имеет право быть, с классикой имеет право быть скучной. Но в театре нет. Нет, театр не может быть скучным. У нас есть еще один интересный отрывок к проекту «День Победы». Вот нас не нужно жалеть. Немножечко ваш комментарий. Вот как вы себя чувствовали вот в этом жанре, в этой подаче? И посмотрим. Ну, я вообще люблю поэзию поэтов, павших на войне или прошедших войну. Мне кажется, они кожей, нервами, всем своим существом понимали это явление, страшное явление, такое, как война, как говорил Лев Николаевич Толстой. Это то, что противно человеческой природе. И я с ним абсолютно согласен. Несмотря на то, что многие умники говорят о том, что нет, надо выплеснуться этой черной энергии. Надо время от времени, чтобы это... Ерунда. Это противно человеческой природе. И я, когда читаю это стихотворение Гудзенко, у меня у самого, даже если я это делаю шепотом и для себя, у меня мурашки бегут по спине. Понимаете, я не представляю. Это же вот, ну как, потерянное поколение или какое? Как их назвать? Вот как? Вот мой отец тоже это прошел. Он 19-летним мальчишкой был взят в армию, просто в армию, на срочную службу. И все. И вышел с этой срочной службы в 47-м. Вот и все. Вот. И они ничего не умели, кроме как воевать и убивать. Копать землю без конца. Это страшная еще и работа, жуткая, трудная. Прекрасный эпизод есть, они сражались за Родину, когда они вот эту роют, и говорят, эту землю динамитом надо взрывать, а не лопаткой ковырять. То есть это еще и вот этот... И вот за этим, за всем стоит такое понимание войны, такое бы. Именно вот нас не нужно жалеть, ведь и мы никого бы не жалели. Давайте послушаем. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого бы не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых поры жалели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали. Проходит четвертая осень. Наши матери плачут. Луна. И напишем ровесник такое, что отцами солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется? Кому-то любить не придется. Ну а кто в сорок первом первую пулей сражен? Зарыдает ровесница. Мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Геннадий, расскажите, пожалуйста, вот какой спектакль сейчас, идущий на сцене Самарская площадь, отвечает всем современным требованиям? Кавхазский меловой круг, на мой взгляд, он отвечает всем современным требованиям. В нем есть все. Он синтез и движение пластики, и стиха. То есть умение читать, преподносить, и в то же время переживать. Есть момент отчуждения от образа, есть возвращение в образ. Это брехтовский вот этот прием. То есть множество всевозможных театральных школ, которые присутствуют в этом спектакле. Понимаете? Вот, допустим, основой брехтовской школы является рассказ. А основой нашей школы является действие. Там есть и это, и то. Понимаете? Там есть все. Там есть вокал. Там, еще раз подчеркиваю, там есть сцены, решенные пластически. Очень интересно, питерскими ребятами. То есть я считаю, что в Кавхазский меловой круг, это вот как бы в центре замечательная актриса, которая здорово совершенно, я считаю, справилась с ролью Груша. Просто прекрасно. То есть есть все. Есть актерские попадания. И их очень много. Понимаете? Вот это вот прямо, ну вот, это то, что называется, вот действительно, вот как-то вот сошлось. Вот как-то пазлы все сошлись. Понимаете? Вот сошлись. Там есть и смешное, и грустное. Там есть все. Этот спектакль будет долгожителем? Вот, к примеру, роддом, если мне не изменяет память, ну, более 700 раз прошел на сцене, он тоже идет около 10 лет. Вот этот спектакль долго будет жить? И вы, кстати, как считаете, от чего зависит долгожитие спектакля в том или ином театре? Вы знаете, от многого зависит. Сказал же Карелыч, не пытайтесь понять театр, его не понимает никто. С одной стороны, конечно, радует то, что дом так долго живет. Не сказать же, что это прям какая-то пьеса чисто развлекательного характера. Нет, там есть о чем подумать, там есть вопросы очень серьезные, которые ставит автор. Очень серьезные вопросы. Вопросы ответственности за рождение детей, в конце концов. Имеешь ли ты право, в конце концов, рожать детей действительно? А готов ли ты к этому? А есть ли тебе что сказать? Как говорит одна из героинь Горького в пьесе «Последняя», она говорит, «Мама, я никогда не буду рожать детей, я не знаю, что им сказать». Понимаете? Вот. Но, тем не менее, все равно роддом, его секрет еще долголетия заключается в том, что это достаточно такая, в общем, достаточно легкая пища духовная. Она легкая, она хорошо усваиваемая, она во многом развлекает все-таки, понимаете? Поднимая какие-то проблемы, она все равно развлекает. И люди в нем находят какую-то узнаваемость, повседневность своей жизни. И поэтому-то я не думаю, что Кавказский меловой круг, даже если будет долгожителем, то он будет долгожителем по совершенно другим причинам. Абсолютно другим причинам. Там поднимается вопрос, очень важный, на мой взгляд, сегодня, вопрос справедливости. Вопрос того, кому же должен принадлежать этот мир. Тем оборотистым, умелым, ловким дельцам, которые умеют всех обмануть и всех объегорить. Или все-таки людям, которые непосредственно что-то делают, трудятся. Которые, в общем, очень серьезные. И вот этот запрос на социальную справедливость, он становится все острее и острее. Вот за счет этого, наверное, этот спектакль будет все-таки, я надеюсь, я очень хотел бы, чтобы он дожил очень долгие лета. Спасибо вам большое за очень искреннее, в первую очередь, я не побоюсь этого слова, красивое интервью. И хочу, да, пожелать вам... Я хотел бы все-таки в финале этого интервью еще сказать об одной очень для меня важной вещи. Что в актерском ремесле очень важно, очень важно сохранить детскую непосредственность, веру абсолютную в ту игру, в которую мы играем, и в ее правду. Причем сочетая это с жизненным опытом, который, как правило, бывает и горьким. И когда ты лишен всех иллюзий, и вот как и то, и другое соединить в себе, это вот и есть редко выполняемая актерская задача, актерская цель. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего, удачи и, несомненно, творчества. Субтитры подогнал «Симон»!